Звездным матчем в Хакасии открылся новый хоккейный сезон. Легенды советского и российского хоккея с мячом накануне скрестили клюшки с командой Саяны Хакасии на товарищеском матче. Кто победил, опыт или молодость, расскажет Таир Ичтаев. Под рёв и овации, заполненных до отказа, трибун на лёд стадиона Саяны выходили ветераны Бенди. Кумиры нескольких поколений болельщиков, мастера спорта и неоднократные чемпионы СССР Впервые в Хакасии в таком звёздном составе. Сыграть с молодёжью приехали девятикратный чемпион мира Николай Дураков и, пожалуй, самый результативный нападающий в истории отечественного хоккея с мячом Георгий Конорейкин. Легендарная ледовая дружина вышла на встречу с боевым настроением. С настроением хорошим, но лишь бы силёнок хватило. Главное играть от оборонки и на контратаку. Больше сзади играть. С первых минут матча стало ясно. Товарищеский он только формально. Саяна не дали ни секунды форы прославленным соперникам и почти сразу распечатали ворота звёзд. 20 минут первого тайма потратили игроки Саяну, чтобы четыре раза огорчить вратаря ветеранской сборной. Впрочем, назвать игру избиением младенцев нельзя. Звёзды периодически огрызались и до перерыва успели забить три гола. С товарищеского матча Саян и Хакасия начали новый сезон. Организаторы не скрывают, такие игры, по сути яркие шоу, нужны для возвращения болельщиков на трибуны. Приём сработал. Посмотреть на игру, ход на которую был бесплатный, пришло более 9 тысяч человек, в том числе и Виктор Зимин. Этот болельщик оказался самым ценным. Глава Хакасия обещал выделить 40 миллионов рублей Саянам при условии их выхода в Суперлигу. Таира Читаем, Дмитрий Судариков. Новости. Седьмой телеканал.